Если обозначать тезис на ту ситуацию, чтобы ее исправить, а она я не считаю опущенной, это прежде всего комплексная застройка микрорайонами, сокращение до уровня минимума точечной застройки, это сохранение зеленых зон и это строительство нового жилья исключительно исходя из социальных норм, которые относятся к объектам инфраструктуры школы, садики, поликлиники. Это сохранение исторических центров в плане как этажности, так и памятников архитектуры. На примере Питера, что высота зданий не должна превышать ширину улиц, вот такой подход существует, но навряд ли он применим к Краснодару. Если брать норму, то в нормах, конечно, это нигде не прописано. Если брать логику и смотреть на примеры городов, которые построены именно по такому принципу, есть же там принцип 1 треть пропорции, да, вот по другому пропорции они будут в архитектуре строиться, то это абсолютно правильно. Но на основании города, если брать, например, город Краснодар, почему вы считаете, что нет? Но это не значит, что мы сейчас по краям улиц будем строить только малоэтажки. Это могут быть комплексы, которые пирамидально будут уходить вглубь квартала. Получается, этажность будет расти от центра. То есть чем дальше от центра, тем, возможно, больше строить. Здесь надо понимать вообще, как такие ляпы можно было допускать. Это в плане этажности. Там Дизона не допускала высокую этажность. Если положено 4, выдавали разрешение на 5. Где положено 8, 9, там до 12, выдавалось на 16. А как это получается вообще? Почему там, где можно строить 5, добавляться 10? Это то, что мы сейчас с вами, о чем мы раньше говорили. Как можно было правильно посмотреть на документы? Если по генплану, это была одна этажность. По правилам землепользования застройки, это совсем другая этажность. Наша цель сейчас привести в соответствие, чтобы не было выбора между этим решением и этим, чтобы было ясное, четкое, прозрачное понимание для всех, так что или так, или по-другому быть не может. Краснодар входит, уже не раз входил в рейтинге городов комфортных для жизни. Правда, те, кто здесь живут, они знают, что комфортно далеко не везде и не всегда. Болевая точка, наверное, основная – это самостроя. По краю их сейчас 1700. Вот вопрос всегда возникает. Неужели никто не видел, когда все это строилось? И почему, если раньше это могло делаться, то за счет чего подобные фокусы сейчас могут не пройти? Почему это происходило и почему это до сих пор происходит? Прежде всего, есть пробел законодательства, с которым мы сейчас выходим на федеральный уровень. Полномочия Гостроенадзора распространяются в плане проверок только исключительно на объекты, которые проходят госэкспертизу. Это все, что выше трех этажей, как жилое, и свыше полутора тысяч квадратных метров. Все, что до этой этажности, по большому счету, очень трудно каким-то образом контролировать эти участки, этих застройщиков с момента котлована до возведения трех этажей. Давайте будем логичными. Тот, кто выдает разрешение на строительство, если брать логин, тот, кто должен контролировать его исполнение, потому что эти же люди выдают разрешение на ввод в эксплуатацию. У нас органы власти выдают разрешение на строительство и потом выдают разрешение на ввод. Вот этот путь, эту дистанцию на данном этапе по отношению к зданиям, которые не проходят госэкспертизу, по большому счету, никто не контролирует. Находимся на улице Комарова. Это, я так понимаю, у нас памятник самостроя, можно назвать. Это один из памятников самостроя. Он находится в районе улицы Комарова, в районе поселка Российского, где по генеральному плану, по правилам землепользованной застройки, эта вся зона когда-то была отнесена к зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Порядка 25 тысяч жителей здесь, да? Если взять, оценивать. Весь микрорайон туда, мы оценивали, что будущее количество жителей после ввода в эксплуатацию всех вот этих вот домов будет порядка 25 тысяч. Сколько сейчас здесь на такое количество населения? Школ, детских садов? Ну, ближайший детский садик находится на улице Тепличной. Это отсюда, по вот этим вот, я условно говорю, тротуарам, порядка 20 минут пешком. Начальная школа там же, общеобразовательная школа, здесь находится очень далеко. Вот катастрофическая нехватка социальной инфраструктуры, это проблема, с которой губернатор начал свою работу вот только когда пришел еще до выборов. И вот на недавнем совещании сказал такую фразу, что пора прекращать строить жилые комплексы, и надо начинать строить жилые микрорайоны. Вот что кроется в этих словах? На едином пространстве, будь оно 1 гектар, 10 гектар или 100 гектар, разработки комплекса застройки, разработки проекта по планировке, в котором будет будущий житель города Краснодара четко видеть удаленность детского сада, удаленность школы, удаленность поликлиники. Очень важный момент, которым просят застройщики, просят строители, мы давайте построим жилье, а потом школу. Недопустимо. И это позиция губернатора, что школы, садики, социальные объекты, спортивные объекты, которым тоже уделяем очень много внимания, должны строиться параллельно, в начальном этапе, вместе с застройками. Ну, наверное, в любой двор зайти сейчас в Краснодаре, да и не только в Краснодаре, найти место, чтобы припарковаться, ну, навряд ли. Практически невозможно. Мы увидим полупустые парковки в Краснодаре, которые реализуются за деньги, но видим все эти машины, которые не могут туда поставить, ввиду их цены, видим их все на улице. Поэтому и стоит сейчас задача на сегодняшний день внести изменения в норматив в плане того, чтобы предусмотреть оборачиваемые парковочные места, когда житель дома всегда знает, что на его территории, относящейся к его дому, всегда есть возможность припарковать свой автомобиль. Оборачиваемые в данном случае что вы имеете в виду? Это парковки, которые относятся к общедалевой собственности. Наличие застройщик воспринимает так, как он и создал их, и он может их продать. А если человек не в состоянии их купить? Поэтому задача достичь того, чтобы парковки были оборачиваемые. В Краснодарском крае каждое третье разрешение, по-моему, на строительство выдается с нарушениями. То есть, получается, лазеек очень много, да, все-таки? Мы воспринимаем любое нарушение, которое было выявлено. Но одно из них, это, наверное, основное, это несоблюдение нормозеленения. Домов уже стоят десятки. Покажите мне там хоть одну парковую зону. Покажите, где там по отношению к зоне застройки 25% озеленено. Покажите мне, где там по нормативу 6 квадратных метров озеленения на жителя, где там высажено столько деревьев. Конечно же, этого нет. Чем имитировать каждое отдельное там дерево возле подъезда, вот, ну, наверное, будет самое правильно при разработке проекта планировки своей территории просто делать 25% зону. Дальше мы будем именно по такому пути идти. Строят у нас много, мест становится все меньше, поэтому в ход идут даже парки, скверы. В зеленых зонах у нас строится практически все. Там от жилых домов до каких-то сомнительных кафе. Губернатор в этом вопросе жесткую позицию занял, чуть ли не при косновенности каждого дерева. Вот с зелеными зонами что будем делать, как будем защищать? На сегодняшний день, да, всем зеленым зонам придаются статус там, где это возможно особо охраняемой природной территории. Также ставятся на кадастровый учет абсолютно все, даже самые маленькие парки и скверы. Будем минимизировать варианты использования земельных участков в плане застройки капитальными строениями. То есть увидеть где-нибудь в парке большую многоэтажку или частную территорию огороженную будет уже нельзя. Невозможно. Но чтобы поставить что-то новое, надо будет пройти очень большое количество согласований. Семь кругов согласований, наверное. Которые, скорее всего, сделают недопустимым использование данной территории. Строительство без эстетики и деньги на ветер. Как говорят некоторые архитекторы, каким видят стиль и архитектурное лицо региона разработчики изменений в итоге? Прежде всего, архитектурное лицо должно носить комплексный характер. Иметь архитектурную составляющую в масштабе не одного здания, а в масштабе нескольких зданий, в масштабе кварталов, в масштабе линий, это очень важно с точки зрения и туристической популярности муниципального образования. Мы все приезжаем, восхищаемся архитектурными шедеврами европейских стран. Почему мы не можем быть такими? Планы амбициозные. Планы действительно амбициозные, и их невозможно реализовать в один день. Но если эта планомерная работа будет проводиться постоянно, если она станет основой, вот этот вот алгоритм, который мы сейчас разрабатываем, разработали, это станет уставом каждого муниципального образования, увидите, что, ну, пожалуй, первые результаты мы получим уже через 2-3 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин